улица симовская саженцы вот алексей мак макару нашему ученику железного прихожу уже рано утром человек стал железо извиняюсь простите вот иду на прививки на обучение на обучение так на обучение первое что это конечно нож это нож хорошо когда это односторонние заточки да значит на тонкой шкурочки но я уже правил чаще надо делать а потом еще и на коже уже несколько раз за день это уже доводить убить шкурочки да это последние заусенцы снять и вот только после этого он будет волоски работать вот он связает вот ну прежде приступать это спиртом нас пальцами руками не касаться лезвия всегда стоит стерильном месте не бросается где-нибудь и на солнце тоже не оставляется не было и я вот этим обычным перочинным ножом пользовался по старинке двойной заточкой почему граненые вот это самый вот именно до потопного с этими гранями не круглые какие как не бывают некоторые делу деревянные а вот я смогу им содержать угол что а так резать он у меня не пляшет хорошо взял угол когда они не затачиваешь как карандаш тогда конечно плоскость получается неровная а когда жесткая и он граненый я могу содержать одним рывком одним срезом тогда получать все равно ровно вот этот же чем хорош его когда на себя тянешь вот он не дает ножу плавать неправильно вот этот у него плоскость и он лежит он вот так вот не гуляет потому что же на деревяшке держишь он по направляющей идет вот этот когда двухсторонний он может гулять но опять же фирменный нож конечно хорошо но если ты специалисты и таким сделаешь а если у тебя руки из данного места тебе этот не поможет так что это все нюансы которые не являются лишь решающими и главными это так уже когда ты начинаешь понимать о чем речь тогда у тебя скажем так отточенное мастерство в этом случае примитивно мягкий вариант из я к чему просто я взял с этой ветки вот резанул одним движением вот оно и должно быть так три четыре до пяти диаметров длина вот это среза да вот так если возьмешь не сантиметрах зависимся от толщины чем толще тем длиннее вот диаметр этой веточки значит срез должен быть длиной минимум в три длины этой да то четыре а еще лучше пять вот у черенка вот у тебя черенок на руках ладно я не буду отрезать можно дальше учиться раз срезал и по двое у тебя стоит или там зимняя прививка у тебя в руках корешок вот корень здесь у него тоже срезал примеряешь а длина одинаковая толщину желательно выбирать одинаковый это идеально хотя если даже они разные тоже можно смесить к одному краю как комбийный слой но не к стволу вот это у тебя вот это у тебя выросла вот этот твой корень его тоже срезал сначала вот этот режешь намочил воду чтобы не окислялась занимаешься вот на этом чик срезал примеряешь да подходит прислонил вот у тебя веточка это ветка твой черенок там две три четыре почки вот так отрезал прислонил а подходит вот у тебя стоит а этот прислонил прислонил изоленты жжик в два ряда вверх вниз сделал это первый способ самый простой приклад называется это приклад да второй способ то же самое только берешь так вот вот эту штуку делись сейчас подам какой это вот конечно попробую еще что-то сделать прошел я хочу выбрать что-нибудь вот на вот это черенок что-то посадить моткнуть так это у меня орлик замечательно даже самый толстый возьмут даже самый толстый возьму это получается он тонковат тут к этому это тонковат ночью делать другой способ буду делать прививки приклад другу это у меня орлик хорошо так здесь здесь мы сейчас сделаем по-другому беру вот этот нюш так можно тоже много чего зависит и от умение пользуются здесь другая история сейчас я чему-нибудь найду осеннего так что вот ленты не липкой стороной ну это как бы вот эта лента это как рассасывающие швы да вот делают врачи можно не снимать не да там где-то я читал что она под солнцем разлагается сама я тоже на это сначала подсел а на самом деле пора снимать она не сам под солнцем не разлагается чтобы раз и слетела сама это зависит от качества и от толщины может быть да а то я слышал про такое потому что дешевые они не не разлагаются я слышал но приходилось потом мне снимать их все-таки ты понял вот вторая попытка один в один и толщина подбирается знаешь как вот интересно и организм человек устроен вот я захожу допустим в дом вот в город сейчас мы повторим дело в том что есть такое понятие насыщение ментора вот прошлом году он не захотел но он орлика попробовал они уже обменялись генами вот этот пластические вещества все они уже обменялись этими вещами вот и теперь он к нему немножко по-другому будет относиться я этот же орлик сейчас ему превью это у нас получается вот это есть подвой дичок вырос но прошлый год он не хотел орлик но и убежден что за это время пока он отторгал отторгал да тем не менее он с ним снюхался сейчас у него шансов больше принять тот же самый орлик я ему опять и предложу он конечно с характером монастырнее что он никуда не денется любится и женится вот возьмем две почечки вот же орлик классная яблоня она чем хороша в отличие от других тем что даже осенью вот ее снимаешь хотя она для зимнего хранения но она уже готова к употреблению то есть она мягкая ну как мягко относительно не то что некоторые среди ты еще год вот каждая . это будет отдельно сорт а сейчас вот на макушке приведем вот это позволяет толщина эти оставлю и уже она повеселее будет тоже некий сорт мельба можно осенний какой-нибудь не скучно было а есть ранее алла еще раньше чем мельба я бы не чистолетний тоже здесь же такие люди нет ли не нужны земельные дачники нужно нужно понимание вот сейчас он говорит о понимании того что вот нужны и либо зимние есть такие люди год нет мы тут не живем мы только на дачу приезжаем поэтому нам только летние поели и уехали нам хранить негде но для таких допустим из чисто летние хотя и горы осенние тоже вот у меня летний сорт это папировка первых очень папировку вот на вершину пущу на хорошо примется постировка раз два три почки ведь несут папировка для тех любителей кто как карандаш не точить потому что тогда все поплывет попытками только выбираю или длину или если торец не сошел на нет вот этот коричневый его тоже надо оставлять уже не рабочий а вот на втором спасибо спасибо вот этот лак долматого вот лак мастика долматого если да если интересно да я поищу телефон где-то в принципе можно к железу телефон железа есть не подожди у него второй или третий раз спрашивает вот пожалуйста железов валерий константинович сибиряк персики абрикосы у него стоянногорский вот эти книги у него сейчас у него третья книга еще лучше вот его телефоны вот его адрес сама в интернете пожалуйста вот можно позвонить спросить про лак долмата можно выписать у него книгу вот такая книга энциклопедия вот только и прочитаю тебя будет такой же урожай вот и тут он показывает как надо сажать на холмики мы не будем прыгать через голову начнем с малого да но имеем виду что имеем вот вот видишь все это холмики вот на холмика все посажено вот как он схематично показал эти холмики вот это уровень чистой земли это холмик диаметр метр полтора вот ну и вот отходит и стоит должен быть вот видно здесь сантиметров не менее 20 так 30 сантиметров например вот 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 где у него подкормка только дерево только не в корне только сверху вот там травой можно заросить чтобы холм не размывался дождем и там еще что-то и только вот так можно сажать абрикосы персики чешни